Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, и в этом видео я расскажу о нашей съемной квартире в Испании. Поэтому, если тебе интересно, следуй за мной. Стоп, я была не одна. А вот с этой девчонкой. Теперь можем начинать. Вот и начинаем маленький мини-тур по квартире. Рум-тур такой, можно сказать. Хочу вам показать. Вот мы заходим, наша дверь, наша пахучка, которая намага. Заходим сюда на нашу кухню. Холодильник, наша любимая духовочка, просто обожаю. Микроволновочка, все как обычно. Плита тоже любой, вообще очень классно работает. Ничего такого, просто кухня такая маленькая, мини. Единственное, что не хватает здесь окна. Это моя любимая часть, здесь офигенный вид. Это вот такая вот прачечная, можно сказать. Здесь у нас стоит бомбона, это с газом баллон. Он у нас, вот видите, на газу, у нас вода на газу. Поэтому, вот, открываем, внимание, тут такой офигенный вид. Просто мечта, моя сказочка. Я когда вешаю вещи здесь, то просто наслаждаюсь этим видом. Ну, разве не сказка? Ну, просто сказка. Закрываем. Подружка. Да, вот так, выходим. Пойдем, 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 пойдем. Закрывай дверьку. Закрывай, Софиша. Закрывай. Ну, закрывай, закрывай. Пальцы, пальцы закрывай. Мое супер прекрасное зеркало. Вообще, я не знаю, как... Софиша! Закрыла меня. Будет спасать. Ну, ладненько. В общем, пока быстро вам расскажу. Это столик наш. Кстати, испанцы все кушают... О, кстати, крошки надо вытереть. Кстати, испанцы все кушают именно в зале. То есть, вообще, зал у них не... Привет! Обошла круг. Такие прикольные лабиринты, да, у нас, Дотя? Кушают именно в зале. У них зал не считается, как вообще за комнату. Поэтому вот такой у нас зал. Я его обожаю, мне нравятся. У нас такие фонарики. А, София уронила наш штатив. И, конечно же, это наш вид с этой стороны. Тоже классный просто. Именно показываем на закате, потому что это очень красиво. А балкончик хочу немножечко апгрейдить. Как-то его привести в порядок. Да, Софиш, пальцы. Круг у нас такой получается. Получается. Идем дальше. Тут часики. Ванна, туалет. Ванна, туалет. Все как у людей. Тут Софишкины. Три чандалы, форшок. Так, заходим в еще одну спальню. Здесь обычно у нас спит моя мама. Или кто приезжает к нам в гости. Тут Софишкины, как всегда, вещи разбросаны. В общем, здесь тоже классный вид. Шкафик. Нанина гитара. Тут Биг Бам, который я сложила. В общем, надо его раскрыть. Софиш! Как всегда, она убегает. Она, наверное, здесь. Пойдем. Покажем еще одну комнату. Мы сюда здесь. Вообще, эта комната хлам. Просто у нас тут схламлено. Мы сюда вообще не заходим. Вообще, тут ничего нет. Там какие-то сумки, вещи. Она сейчас увидит этот велосипед. Будет на нем хотеть кататься. Свет выключила. Все. Идем, выходим. Надо уводить. Подружок. И осталась у нас наша комната. Все. Ребята, всем привет. Как я говорила, сегодня в этом видео я расскажу, как мы снимали эту квартиру, сколько она нам стоила. И вообще, как мы оформляли контракт на аренду квартиры. Начну с того, что мы эту квартиру выбрали совершенно случайно. Она была без фотографий. Мы даже не знали, в каком районе она находится. Начали обзванивать все объявления. И это тоже обзвонили. Номер дома 7. Квартира номер 7. И этаж тоже 7. Получается, такие три семерочки у нас. И такой знак был хороший, что, значит, это хорошая квартира. Мы пришли. Очень классная у нас хозяйка. Бисси зовут ее. Очень такая приятная женщина. И заходим. Первое, на что я обращаю внимание, когда вообще занимаем квартиру, это вид. Обязательно. Должен быть классный вид. Не на какие-то там стройки. Не на дом. Напротив дома. Запах. И вообще, как ты чувствуешь себя, атмосферу в доме. Вот заходишь, и ты чувствуешь так хорошо тебе, комфортно, или что-то настораживает. Так вот, мы зашли, и нам все понравилось. Мы прям в здании так переглянулись о том, что, да, это наша квартира, это она. Но, конечно же, в этой квартире есть минусы. Например, то, что я поднимаю и спускаю с Софи каждый раз, когда мы выходим или заходим в дом. Поэтому это, конечно, немножко напряжно. Но этот момент я потом с ним просто свыклась. И как бы сейчас налегке это делаю. А, еще, наверное, один минус. Это я бы сделала здесь немножко меньше комнат. Потому что все-таки 4 комнаты нам совершенно ни к чему. Поэтому... Хотя София есть где разберется. Короче. И подписали контракт на полгода. Сначала на полгода, и сейчас у нас контракт на год. Для этого нам требовались документы НИИ, иностранца. Конечно же, нужна номина. Это справка о доходах. Что ежемесячно ты получаешь доход и можешь оплачивать квартиру. И еще, конечно же, вы вносите фиансу. Фиансы вносятся здесь, в Испании, за первый и последний месяц. Бывают, конечно, исключения. Если, например, вы иностранец, приехали сюда, и у вас нет номины, например. Или там есть какой-то доход, но вы не можете его подтвердить. Короче, не важно. Вам нужно доплатить тогда хозяину за несколько месяцев вперед. То есть за несколько. Я, кстати, не объяснила. Фиансы – это залог. Ну, то есть как депозит, который ты закладываешь. И еще момент. То, что нам здесь капец как не нравится – это очень дорогая коммуналка. Ну, вот правда. Ну, можно почку продать. Я просто чисто не представляю, почему такая большая, почему такая дорогая. За аренду нашей квартиры мы платим 425 евро в месяц. Из них 25 евро – это на воду. То есть получается у нас вода включена в стоимость. Но мы платим за свет. Это самое дорогое здесь, в Испании. Мы платим каждые два месяца. Получается за два месяца у нас около 100 евро. То есть 50 евро в месяц. Ну, это дофига. И еще мы платим за бомбоны, которые подсоединяют нам в газ. Потому что здесь только холодная вода. И все пользуются именно вот этими вот баллонами с газом, которые подключаются через колонну. И мы платим за нее 13 евро. 13 евро нам ее хватает, ну, по-моему, на неделе три, наверное, точно. Три, а если постараться, то и месяц. И самое дорогое – это интернет. Потому что за интернет мы платим 40 евро. Представьте себе, 40 евро в месяц. Но в этот пакет, да, в этот пакет включено интернет на месяц. И еще мы платим за нашу сим-карту. То есть 12 гигабайтов интернета и безлимитные звонки. Поэтому у нас такой бонус-плюс. Но только на одной карте. Поэтому, в принципе, наверное, все. Все, что я хотела рассказать. Если есть какие-то у вас вопросы, оставляйте в комментариях, пишите. Если по поводу аренды квартиры. А, вот что я еще хотела сказать. Самое главное, я забыла рассказать. Это на каких сайтах мы искали квартиру. Нашу квартиру мы нашли на сайте Mil Anuncios, называется. Я в описании видео скину. И вы там посмотрите очень много вариантов. Она, конечно, на испанском. Но очень просто все понять. Чтобы вести правильно, найти в поиске правильную, выбрать квартиру. Нужно писать Alcler Piso. Piso – это квартира, Alcler – это арендовать. Поэтому вводите так, и вам выбьется любые варианты. Ну что, ребята, на этом все. Поэтому ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И ждите следующих видео. Потому что дальше я расскажу вообще о переезде в Испанию. Вообще о том, какие здесь плюсы и минусы жизни в Испании. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь.